Доброе утро всем! Сегодня у нас воскресенье. Мы сегодня все встали так рано, потому что у нас сегодня такой праздничный, можно сказать, день. У нас закончился наш третий сезон проекта «Измени свою жизнь в 90 дней». И сейчас у нас декабрь, все ждут праздников, все ждут чудес, да, а мы это сами делаем. И сейчас я немножко расскажу, что это за проект. Ирина, тебе звук выключен. Да, да, да. Сейчас немножко расскажу коротко о проекте, да, те люди, которые будут смотреть в записи, чтобы они понимали, что это за проект, что это за 90 дней у нас, да. И первое, это есть такая система оздоровления, которые мы проходим за 90 дней, да. И что это такое за система? Первое, с чего мы начинаем, я вот сейчас вам покажу, это программа «Детокс». Она идет на месяц у нас, да. И здесь у нас входит живая вода, которую организм легко принимает. Входит природный антиоксидант, который замедляет старение и защищает наш организм. И выводит все болото из нашего организма. Это у нас идет первый месяц. И за этот месяц мы как раз чувствуем прилив энергии. Организм начинает очищаться, начинает улучшаться состояние кожи, настроение. И затем мы переходим на второй этап. Это у нас паразитарная программа. Вот так вот она выглядит. Вот. В каждом организме есть паразитоз. Хотим мы в это верить или нет. Вот. И как только поднимается уровень, да, вот паразитоза, то уровень нашего иммунитета, он опускается. То есть мы начинаем часто болеть. Вот. Поэтому необходимо, да, у нас очищать организм, выводить вот этих вот паразитов. Здесь тоже полностью все у нас идет на травах. Вот. И затем у нас идет третий этап. Это третий месяц. Это программа Калавада, да. Это глубокое очищение кишечника. Она рассчитана на 14 дней. И здесь как раз у нас организм полностью у нас очищается. Наш кишечник выводится. Даже выходит иногда и паразит на этой программе. Вот. И я хотела бы представить автора нашей вот этой вот системы, вот этого проекта 90 дней. Это Вина там Медунецкая. Она как наш вдохновитель, такая прекрасная женщина. Мы очень ей вдохновляемся. И я ей сейчас хочу дать слово. Привет, друзья. Ты правильно, Ирина, сказала, что мы чудеса творим сами, да. Люди всегда на Новый год и на Рождество это желает себе чудо, да. Но каждый проект, он когда заканчивается, это действительно чудо, потому что мы отслеживаем до и после. У нас есть вот это время, да, 90 дней, когда мы вот начинаем, когда мы завершаем и потом отслеживаем эти результаты. И я очень рада, что вы, Занна, да, Синтия, ты, Ирина, вели этот сезон, потому что вообще он родился очень, ну, уже много лет назад. Это вообще 18 сезон. Сперва мы делали только на латышском. В этом сезоне, ну, в этом году было два проекта на латышском и три. Это было рекордное количество проектов сезонов, да. Три сезона на русском языке. И за эти годы мы в проекте тренера поменяли жизни очень многих людей. Хочу уточнить, что это не моя система. Но проект я придумала как бы... Система это кораллового клуба, да, это системное обновление организма на клеточном уровне. Но этот проект, да, я начала уже, говорю, очень много лет назад, чтобы отследить именно эти результаты. И что я заметила, когда была уже... Ну, когда придумала, когда пришла эта идея, что люди, вот когда клиенты к нам приходят, они что-то там пьют сами по себе. Мы им иногда звоним, иногда не звоним. Иногда они не хотят с нами общаться, да, может быть, один месяц. И потом мы как-то... Эти результаты уже пропадают, и мы как бы не можем отследить. А тут идея пришла от одной девочки. Она сказала, может быть, у вас есть группа. Ну, чтобы мы вот могли... Чтобы мы себя могли дисциплинировать, вот мы на три месяца делаем все системно, все правильно. А потом уже отслеживаем результаты. Этот проект, он какой-то реально чудесный. Тут рождается очень много замечательных, и проявляются очень многие замечательные люди, которые от клиентов становятся уже такими тренерами уже по здоровью. И вот наш клуб, он растет уже здоровых людей. И такие люди уже... Вы, Ирина, да, очень многие пришли через этот проект и остались с нами уже на всю жизнь, потому что им понравилось помогать людям. И я всех поздравляю. Я знаю, что результатов очень много, просто не все могут делиться, да. Очень люди такие, они хотят про свои очень какие-то глубокие процессы рассказывать, но все-таки у нас есть чудесные результаты, которые есть на социальных сетях. Так что, да, спасибо всем, мы будем слушать этих людей. Да, спасибо большое, Вината. Я немножко коротко хотела рассказать о своих результатах последних, да, потому что до этого, когда мы начинали проект, у нас тоже были классные результаты, у нас ушел вес у меня и у мужа, у меня перестали болеть суставы, практически ушел герпес, да, кожа начала светиться, стало отличное настроение. И вот последний результат, последний результат – это результат моей семьи в целом, да. Я даже и представить себе не могла, что у нас такой будет результат, о чем я хочу сказать о том, что я стала давать витамины, во-первых, своим деткам, и я им сделала паразитарную программу. Сначала я, конечно же, как и все, тоже боялась, но тем не менее я это стала делать, потому что у нас была большая проблема. Дети, они просто, когда вот наступали холода, они начинали каждые две недели, просто они болели у меня. И вот в зимний период я вот реально, я просто не спала, я караулила всю ночь вот градусником, видишь, да, вот как бы не подскочила температура. И да, я вот не спала, вот реально я вам скажу, лет семь, наверное, нормально, я вот не спала, моя нервная система, она была в таком состоянии, вот только как холода, все, я уже боюсь. И постоянно я своих детей водила к врачу, да, но врач что нам, он прописывал нам капли для носа и этот, от кашля, да, от кашля сироп, и это я все складировала, то есть у меня целая полка есть, одного и того же, да, то, что он мне давал. И ничего не менялось, вот они у меня как болели, так и болели, да, то есть я ходила к врачу, вот такое ощущение, чтобы себя успокоить, да. А дети, как у меня болели, они так и болеют, ничего вообще не менялось. Вот в этом году я им вот начала потихоньку вот это вот все делать, и вот сейчас вот с осень, осень, да, уже осень прошла, уже декабрь, у них даже насморка не было. Я в таком, я сижу такая, блин, неужели это реально работает, да, настолько это классно, я стала настолько спокойна, я вот раньше, когда я приходила к врачу, я реально плакала от того, что я не знала, что делать, у меня не было вообще знаний. А вот сейчас вот так вот, спасибо, да, то, что вот я познакомилась с такими людьми, действительно, что вот так вот они помогли. И сейчас я хочу дать слово нашему следующему участнику, Датце Виталина, да, если я правильно ее назвала, она у нас очень умная и классная, и уже известная женщина вообще. Да, да. Да. И она представит, да, своего человека. Датца. Датца, включи микрофончик. Ой, все так быстро, здравствуйте. Меня зовут Датца, и я хочу представить свою прекрасную, как это, подопечную, да, Ингу Пудан, которая является нутрициологом, очень умная и целеустремленная женщина, да, и она действительно, ее путь нелегкий, но она следовала всем моим указаниям, и у нее очень прекрасный результат. Так что хочу представить вам Ингу Пудан, она живет в Норвегии, и она расскажет о своих результатах за эти 90 дней. Пожалуйста, Инга. Спасибо, Датца, что меня представила. Я также очень благодарна тебе за то, что ты была моим лучиком, моим фонариком, моей поддержкой, моей мотивацией. Если бы не ты, и, конечно, еще и другие примеры, которых я смотрела и слушала, возможно, я бы не решилась бы на это, да, потому что все-таки для меня тоже важно доверие, и как и другим людям также, да. За эти 90 дней я не ожидала, что у меня будут какие-то результаты, но планы, конечно, и цели были намечены, что я хочу поработать со своей хронической усталостью, что я хочу избавиться от гормональной хронической боли в голове, то есть гормональная мигрень, так называемая, которая каждый месяц у меня была в течение 8 лет уже, да, и я, конечно, хотела еще избавиться от хронических болей в животе при месячном цикле, так называемой болезненной месячной, которые у меня происходили уже примерно 31 год моей жизни, да, и, конечно, самая важная цель хронической усталость, которой, скажем так, возможно, я заболела где-то с 2011 года, да, и эта ситуация у меня только стала ухудшаться и ухудшаться с каждым годом и довела меня до потери работы, до, можно сказать, до инвалидизирующего состояния, и вот благодаря вот этой программе, которую я начала, у меня, окончив ее, проявились такие неожиданные для меня результаты, как головная вот эта гормональная мигрень у меня просто не пришла, во время моего месячного цикла это просто не пришло ко мне, я даже была удивлена, потому что у меня уже неделю до начиналась уже была головная боль, и живот начинал оттянуть, да, как бы тяжесть такая появлялась неприятная, и во время месячного цикла голова болела, и живот болел, и после цикла еще где-то, ну не знаю, три-четыре дня болела, да, потому что там связано с гормональными какими-то изменениями, вот, также у меня из живот не пришел, вот эта боль живота у меня не появилась, и я была настолько удивлена, и, ну, скажем так, растрогана, что у меня были такие эмоции очень высокие, и я радовалась, и одновременно хотела плакать, конечно, я благодарю Коралл Куб за вот эту возможность, которую он предоставил с помощью вот этих программ прекрасных, да, таких комплексных, с таким комплексным подходом, которые я даже не получила как нутрицолог, когда я сама пробовала, да, но я получила результат, но это был короткий на два месяца, а благодаря этой программе и вот изучению, что же там есть внутри, что такого волшебного там есть, я поняла, что вот эта программа, она работает на устранение существующих уже токсинов, вот мы работаем, которые мы сейчас потребляем, да, и на те токсины, которые у нас в организме уже сложились за всю нашу жизнь, вот она работает с этими двумя вещами, и моя энергия, конечно, тоже, она стала, конечно, я уже над этим вопросом раньше начала работать с помощью продуктов коралков, и вот энергия очень тоже крутой, мощный результат, если я лежала в кровати, и в основном я только в интернете с людьми общалась, то потом, благодаря продуктам коралков, я начала вставать с кровати, одновременно у меня появилась вот эта физическая выносливость, когнитивная выносливость, когда ты психически можешь выдержать нагрузку умственную и эмоциональную, тем более, да, я стала работать дома, свои дела домашние обязанности, да, и кушать, готовить, и гулять, и даже на гору поднялась, да, раньше я на нее не поднималась, когда я здесь жила, только иногда для того, чтобы проверить свои лекарства, которые я употребляю для щитовидной железы, которая у меня хроническая тоже проблема, и никогда лекарства мне не помогали, мне после таких поднятий в гору получалось, что мне очень плохо, я могла три месяца очень сильно себя плохо чувствовать и лежать в постели со сложными такими, ну, вот этим усталостой, такой, недомоганием, а теперь, сейчас я могу идти гулять, идти на гору подниматься, да, ну, конечно, я не злоупотребляю этим, могу кушать, готовить, все-все могу делать параллельно, если я раньше не могла убраться дома 60 квадратных метров, да, за там один день, я комнату делила в каждую, в каждой, одну комнату в один день, вторую комнату в второй, третья комната в третьей, и так у меня было, да, то теперь я могу, если я не заниматься генеральной сборкой, конечно, могу за пару часов убраться, и мне это не приносит такого, ну, расстройства, как раньше, вот, также еще у меня был результат на программе, я, мы заболели с мужем вирусом, и с помощью, вот, других продуктов мы смогли выйти из этого состояния очень быстро, да, ну, по сути, мы вообще редко болели вирусом, но у нас даже пропал навык восстанавливаться, но вот благодаря продуктам Королл Куб я успешно сумела убрать вот это воспаление, убрать вот эту вирусную атаку мужу за ночь, да, и утро, он просто уже встал благодаря вот этим прекрасным продуктам, какие у нас есть, это H500, Caralmine, противовирусная программа, да, и он уже на следующий день пошел заниматься своими делами, пилить здраво, я даже удивилась, вот, и у меня также появился отек во время вот этого вируса, да, я не могла дышать, применяла капли, по сути, у меня всегда проблема, когда я поплачу, например, от счастья, или от радости, или просто от огорчения, у меня сразу отекал нос, ни туда, ни сюда, как бы ничто не выходит и не заходит, да, воздух, и я всегда пользовалась каплями нафтезины, галазолины, сонорины, я думаю, всем знакомы эти названия, это было пожизненное мое такое вот увлечение, и из-за них я себе испортила нос еще больше, и также в этот раз, потому что, ну, как бы применяемые методы вроде как не помогли, но как только я добавила воду соленую, где находился SilverMax и добавила H500, то прополоскав нос, у меня отек моментально спал, и я поняла, насколько для меня классный вот этот продукт, я нашла себе вот такое решение быстрое, как себе помочь, ну, я думаю, что с моими результатами, а, ну, и нарушения стула, у меня были длительные от стресса, возможно, или от каких-то других проблем, у меня наладился стул, да, и можно сказать, что, да, и энергия, да, увеличилась, когнитивные вот эти мои эмоциональные способности улучшились, вот такие вот мои результаты именно были на этой программе, благодарю вас за внимание. Здорово, шикарные вообще результаты, на самом деле. Ирина, а мы надеемся, слово ДАЦе, да, ДАЦе тоже хочет немножко свою. Конечно, конечно. Да, да. Да, спасибо. Я хочу рассказать о своих результатах, у меня их очень много. Я в Коралловом клубе уже три года, и я, кстати, тоже пришла сюда именно на этот проект «Изменить свою жизнь за 90 дней». И я почувствовала свой результат уже на пятый день, так как Инга рассказывала, что была проблема с животом, да, именно у меня то же самое, и у меня целиакия, и я вот в течение этих трёх лет живу только по концепции здоровья, и у меня восстановились ворсинки на… как это сказать… на… на… Кишечнике? Кишечнике? Да, на кишечнике. Представляете, у меня они отсутствовали, да, потому что это было… потому что надо было пить очень такие сильные антибиотики, да, и вот шла вот эти все программы, у меня было 8 калавадов плюс, да, и после этого действительно у меня шикарный результат, восстановились мои ворсинки в кишечнике, и также я стала эмоциональнее, такая стабильная, у меня всё в порядке с животом, больше нету сдутия, нету бурлений, и вообще я всем-всем рекомендую, обязательно идите к своей цели, да, и если у вас какие-то моменты бывают такие сплески, именно что очень тяжело, да, у меня тоже было очень тяжело, и вся семья меня поддерживала, потому что, ну, не было это легко, но я знала, что я иду к цели, и это мне поможет, и действительно результат шикарный, я очень рада, сейчас уже больше могу не бояться еды, потому что было такое время, что я реально, у меня была фобия к еде, потому что как я что-то скушала, не то, что надо, но именно хотя бы в приправах был глютен, да, сразу мне было очень-очень плохо, поэтому только-только благодарность, Винета Медунецкая, которая действительно все время поддерживала, она как солнышко наше, мы ее даже назвали мамой кораллового клуба, так что большое спасибо всем, и большое спасибо за то, что мы делаем, и как бы просветляем, и даем надежду другим людям, и мне кажется, что самый лучший подарок на Новый год, это именно здоровье самому себе и своим близким, спасибо. Спасибо, Датя, еще я скажу, когда я первый раз увидела Датя, могу ли я сказать, она вообще был такой серенький человек, я ей предлагала какие-то свои, ну там, чай, кофе, она вообще даже не пила в чужом месте ничего, она отказалась, она приехала только со своей водичкой, и отказалась от всего, а потом, мне кажется, ты даже помолодела где-то на лет 10, потому что когда уже человек не испытывает боль, когда он уже как бы прекрасно себя чувствует, сейчас я знаю, Датя учится на тренера по йоге, и все ее эти болячки кончились на пятый день детокса, когда вот это она писала, я просто не верила, что так быстро можно помочь уже человеку, и сколько она сейчас дает уже людям, спасибо тебе огромное, уже там большая уже команда спасенных людей, которые действительно уже Рождество будет сопровождать счастливыми, так что там мы все даем друг другу дальше, когда уже получаем свои результаты, спасибо. Здорово, от таких результатов реально вот аж мурашки по коже идут, когда слушаешь, классно, и я сейчас хотела слово дать красавице нашей Елене, у нее тоже она не перестает удивлять своими результатами, она уже не первую программу проходит, она живет по концепции здоровья, и я на самом деле вот после последних результатов, я тоже просто была очень-очень удивлена, какие с ней сейчас происходят трансформации, да, Елена, включите, пожалуйста, микрофончик, микрофон. Вот, спасибо, спасибо. Всем доброе утро, или кому там день уже, у меня уже утро в 7 утра началось, значит, я что хочу сказать, да, я уже 10 месяцев в конце, значит, в коралл-клубе, началось очищение, причем долго не думала, один день прочитала, прослушала кое-что, Иришка мне рассказала наше, спасибо ей огромное, конечно, вот, и я думаю, все, начинаю. Я уже рассказывала, конечно, но повторюсь, значит, у меня результат первый я почувствовала на детоксе плюс, наверное, через 2 недели у меня была хроническая усталость, реально хроническая усталость, очень тяжело было утром встать, и после работы я просто ничего не могла уже делать, потому как работаю в социале, и, значит, у меня реально была хроническая усталость, и я увидела, что ее просто нет больше. После работы я могла еще кучу домашних тел сделать, и заметил, собственно, первые мои результаты, мой муж, который, собственно, очень скептически ко всему относился, это он заметил, говорит, что ты, сядь, присядь, отдохни, а я тут все бегаю-бегаю. Это был первый результат. Затем в декабре до начала концепции по здоровью, значит, я, так как я плохо себя чувствовала, я сделала УЗИ печени, и мой домашний врач сказал, ого-го, ты ведешь такой здоровый образ жизни, а у тебя гепатоз и даже фабриоз, и все там, в общем, плохо. Я 5 декабря, наверное, запомнила на всю жизнь, потому когда хорошее что-то случается, мы, да-да, принимаем, все хорошо, но когда что-то такое, и когда ты вообще не ожидал услышать, то это, наверное, запоминается навсегда. И для меня это было, конечно, что-то. И тут Ирина с концепцией здоровья, очищение, и все, и я думаю, буду делать. Значит, я хочу вернуться теперь вперед. В сентябре этого года я делала повторное УЗИ печени, и мой врач был настолько удивлен. Я, собственно, за этот период вообще к нему больше не обращалась. Единственное, что я исключила, ибупрофен. Ибупрофен я раньше принимала практически каждый день, причем 600 миллиграмм, или как он правильно называется, значит. Такая вот такая доза была у меня. Вот. Я его исключила, конечно. Ну, а все остальное, собственно, и очищение было, да. И вот он был настолько удивлен. Он говорит, что же ты такое сделала, что у тебя такая печень, говорит, как у молодого человека, 18-летнего. Вот. Ну, я, конечно, была настолько удивлена тоже. Но я еще не принимала фандетекс. Я начал... Нет. Нет. Я принимала уже с мая месяца. Я приобрела фандетекс. Да, я его принимала. Вот. И я думаю, что это, конечно, все. Ну, и по концепции здоровья я уже с детоксом. Плюс я уже с первого мата две коловады я сделала. Вот. И еще в мае месяце я была у женского врача, и она мне сказала, значит, так. У тебя менопауза, так как у меня стоит спираль. Она говорит, ее нужно вынимать. Я говорю, подождите, подождите. Давайте мы еще месяц подождем, а потом все это дело уберем. Вот. И что вы думаете, у меня в мае был диагноз менопауза, все, да? А в июне месяце у меня начинается новый цикл. И он проходит до сегодняшнего дня четко, без каких-то отклонений, все как раньше. Вот это вот тоже у меня такое удивительное... Я считаю, что это удивительный результат. Но еще много. Конечно, и усталости нет, и хорошее настроение, и выносливость намного. И вот у нас сейчас на работе мои коллеги все переболели короной. Я тоже подхватила ее, но я была три дня. У меня пропал голос, и такая легкая усталость, и болели кости. И выпадание волос, что у меня... Я уже переболела два раза в прошлом году короной, и все, когда только на работе. Вот. Но, видите как, я уже на три дня, через три дня была на ногах, можно сказать. Я, собственно, и была все три дня на ногах, но как бы чувствовала себя устала и все такое. Но потом, вот сейчас я постепенно выхожу, собственно, я хожу на работу, все нормально. Так что я и продукты, я уверена, что с этими продуктами я до конца. То есть у меня много чего, помимо детокса, который на каждый день, на постоянной основе. Я повторюсь, это, конечно, коралмайн, это пентакан, это H500, это лецитин, магнезиум, туарин. Это у меня каждый день. Ну и дополнительно у меня две вещи, две цели. Значит, убрать мою аллергию, которая появилась после... После... Я перенесла ковид второй раз, и вот у меня реально было цветение май, начало мая, вот цветение. И у меня в прошлом году было нереально, это первый раз, и вообще никогда у меня не было аллергии. Вот она у меня выступила именно на глаза. Это было, конечно, ужасно. А вот вот уже в этом году, в мае, она у меня была значительно, практически ее даже, можно сказать, не было. Вот, но еще не до конца. Я знаю, что нужно дальше чиститься, и я это буду делать, конечно же. Вот, и второе зрение. То есть у меня небольшое отклонение, у меня всего лишь минус 1,7. Вот, и я сейчас принимаю БАДы специально, программу для восстановления. И я думаю, что я свою цель однозначно приду к хорошему результату. Вот, ну, собственно, наверное, можно, может быть, я сегодня не готова, у нас сегодня гости, и дети приехали, и внуки приехали, и все это, так это у меня, простите меня, конечно. Да, конечно, поэтому я не особо готовилась, но, собственно, наверное, даже вот этих результатов достаточно, да. Поэтому это короткий срок, все-таки 10 месяцев, я думаю, что это не так много, как я слышу, что многие люди годами, да. Да, 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 продукты, продукты очень хорошие, и я знаю, что они делают свою работу, да. Да, это на самом деле так. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо большое, Лена. Спасибо. Класс. Ну, на самом деле это очень впечатляет, да, когда мы получаем такие результаты, и мы не имеем права молчать, да, об этих результатах, потому что, если бы, допустим, мы не делились, если бы с нами не делились, да, мы бы тоже об этом не узнали. Поэтому мы также делимся этими результатами, чтобы помочь другим людям, потому что можно и не только помочь, и спасти некоторым даже жизни, да, вот в некоторых ситуациях. Это на самом деле дорогого стоит. И сейчас я хотела бы пригласить Эдмунда Роуд, да, который поделится результатом своего коллеги, который, ну, он не смог прийти, к сожалению, это Александр Вагнер, да, но Эдмунд, и он расскажет про его результаты. Доброе утро, ребята. Да, я хотел бы рассказать про своего товарища. Он еще в процессе, он еще до конца не прошел, у него еще коловада впереди. Ну, вот я его видел недавно, выглядит шикарно. Человек просто стал, помолодел, можно сказать, в лице, во взгляде. Ушли килограммы у него, по нему это видно. И вот у него тоже, как бы у него и с давлением проблем были, сейчас давление нормализовывается. Он очень долго сидел на препаратах, которому врачи прописали. Очень сильные препараты от давления. И, в принципе, он уже по пути тому, по пути, чтобы слезть с этих препаратов. Он же 10 лет принимал эти таблетки от давления. Сейчас принимает, но в меньших дозах. Пока еще у него в голове сидит то, что как бы вот у него... Он без них не может. Он без них не может. И как бы, ну, как, знаете, как у наркомана организм требует этого. Но он это понимает и идет к этому. Ну, как бы так. Что касаемо моих результатов. У нас были, у меня были хорошие результаты с первой программы очистки, да. Это были просто шикарные, хотя результаты. Потерял много килограмм. 20 килограмм потерял. Пусть лет меня эти килограммы, слава богу, пускай они возвращаются. Ну, я скажу, что при первой программе я допустил, допускал ошибки. Ну, это моя вина. Я отходил. Я убирал коловады, я убирал таблетки, которые слабительные убирал. И пил немножко неправильно. Я брал эти таблетки, ну, как пилюльки, пилюльки принимал перед глиной, перед порошком. Затем из-за этого я себе как бы немножко забыл себя. Хотя килограммы ушли, да. У меня я себе заработал геморрой после этого, но это была моя ошибка. Сейчас мы как бы проходили повторно, мы тоже принимали участие. Мы делали парадитарку сыра и делали опять коловады. На этот раз я делал все как полагается. Пил таблетки после порошка, после глины. Делал все правильно. До глины мы пили. Раньше, при первой программе. Второй программе я делал все правильно. У меня сейчас все прошло настолько мягко, настолько все четко, да. Я потерял еще 2 килограмма ушло, но это говорит только о том, что все равно решает организм, сколько нужно уйти, сколько нужно оставить. И когда. И когда, да. Если у меня при первой программе ушло 20 килограмм, то сейчас ушло всего лишь только 2 килограмма. И энергия просто меня зашкаливает, меня переполняет эта энергия. И что еще хотел сказать, что я заметил практически, да, я в этом году, я тоже такой человек, что, кстати, весна, осень, это для меня, ну, легочные заболевания, я постоянно кашлял. У нас как бы в семье слабые легкие. В этот раз, да, вот за весь год я ни разу не болел. Было немножко, что мы когда вернулись в Праги, Ира, мама, она приболела и у нас как бы заразила. Иру, соответственно, через Иру заразились мы все в семье. Но я переболел настолько это все легко, у меня ни температуры, ничего нет. Ира была температурой, так она, не принимая ни таблеток, ни от температуры, ни от чего, она тоже за неделю она сошла с этой, кстати, с этой простудой. Практически я скажу, что я в этот год вообще не болел, благодаря вот этим. Мы вообще ушли от таблеток, мы вообще не пьем таблетки. В этот год вообще ничего не принимали, химию, которая от аптеки, ничего нет. Хотя раньше, да, постоянно у нас все дети, и все мы пока, ну, где-то, например, селестадик, со школы, соответственно, вся семья это проходила. В этом году мы просто молодцы, мы пройдем весь год здорового образа жизни, да? Да, да. Да, благодаря коралл-клубу, благодаря этому продукту. Ну, что сказать, ребят, мы счастливы. Здорово, на самом деле очень классно. Ириночка, Инга еще, да, расскажет? А, да, да, хорошо. Да, здравствуйте еще раз, возвращаюсь обратно. Да, на этой программе «Измени свою жизнь за 90 дней» у меня были два подопечных. Это семейная пара из Англии, Анастасия Дмитриева, Аратея и Нуна Аратея. Если говорить про Настю, у нее, по сути, проблем как таковых, симптомов, каких-то жалоб, по сути, вообще не было. Она такая красивая, стройная, девушка, ухоженная, прекрасная мама двоих дочек. Ну, по сути, жалуется только, что у нее не хватает времени и не хватает времени на себя, да? А на здоровье жалоб как бы, ну, почти не слышала. Но она обратилась к тем, что вот она говорит, что у нее по анализам уже давно, со времен беременности, как вот родила она последнюю дочку, у нее плохие анализы. То есть у нее нарушение углеводного обмена – это как бы повышенный инсулин, повышенная глюкоза, повышенный гликированный гемоглобин. И, по сути, если кто-то знает такое слово, то это как бы инсулинорезистентность, можно высчитывать по формуле, получается, да? И даже почти преддиабет. Я, конечно, слышала такие случаи, когда врачи на своих уроках в моей школе нутрициологии рассказывали, что те девушки, которые худые, они не означают, что они здоровые, да? И даже могут не иметь никаких жалоб. Вот так и было с моей Настей, у которой анализы плохие, но она сама выглядит и пышет здоровьем, как по виду, да? Также у нее по анализам хроническое воспаление было. Обнаружили, я ей говорила, что, возможно, обратив внимание на хеликобактер, она сделала после четырех лет, как я ей говорила, в одной тоже, что проверь хеликобактер, потому что все-таки одна жалоба, я вспомнила, была проблемы со стулом у нее были, мы это как бы ей поддерживали добавками, да? Ну вот и да, подтвердился хеликобактер. И с этими анализами, конечно, вот она обратилась ко мне. Конечно, когда я ее начала расспрашивать о ее образе жизни, я констатировала, что из-за того, что у нее не хватает времени, она вообще не занимается никакой физической активностью. Это только что дома убирается, кушать готовит, бегает в магазин, ну, как и все мы женщины, да? Также я понимаю, что вроде как и было у нее хорошее питание. Мы друг другу показывали свои холодильники, какой у меня у нутрицолога, да? Был какой у нее, и у нее самый прекрасный холодильник, наверное, который я видела, полон зелени и молочных продуктов и фруктов и овощей, да? Я удивлялась, что с таким холодильником, но все-таки проблемы со здоровьем есть. Вот. И она, конечно, еще... Ну, я ей порекомендовала и движение, конечно, и порекомендовала воду пить правильно, как вот мы, да, пьем с Карлмайном. Порекомендовала ей такое питание. У нее была жалоба вот такая, что она не может... Ну, она перекусывает много и не может насытиться едой. То есть она кушает, но очень голод появляется быстро. Вот. И поэтому тянет на что-то, какой-то перекус. Также она жалует, что у нее очень хочется кушать сладкого, да? Тяга к сладкому была. Вот. Вот. И в течение программы я объяснила, какая у меня волшебная фишка, что мне кушать не хочется. Мне важно покушать правильно, да, с правильными ингредиентами, с балансированной тарелкой. И мне надолго не хватает, и мне надолго хватает вот этого насыщения. И когда она начала вот эти рекомендации использовать, то она мне тоже сказала, что классно. У меня теперь тоже получается долго не хочется кушать. Вот позавтракала хорошо, и потом спокойно, может, до двух часов или до часа выдержать, спокойно. Даже не выдержать, а в кайфе жить. И не нужно больше перекусывать не чаем с булочками и не чем-то другим. И, по сути, я поняла от ее слов, что она, можно сказать, избавилась почти от сахарной зависимости, от зависимости к мучному и к сладкому, да? Ну, единственное, сказала, что так как она живет в Англии, в деревне, то ей скучно. И тогда, конечно, хочется что-то таким, как поразвлечься. Но такой тяги больше не было, о которой я слышала. Также она начала заниматься табатой, которую я ей порекомендовала. Я понимала, что этот человек очень не любит сидеть, быть спокойным таким. Ей нужно какое-то такое быстрое движение для ее мозга. И сначала она не хотела заниматься. Она мне отговаривала, что у нее нет времени. В итоге ее муж на программе, которому я тоже рекомендовала всякие движения, хотя бы в магазин на велосипеде съездить с рюкзаком, а не на машине, он тоже отговаривался, что нет времени на это. Но все-таки на программе, как говорится, жизнь отдала свой больной пинок. И у него от того, что он не двигается, у него сидячая работа, да, у него начала болеть спина очень сильно, и он не смог встать с кровати, да. И вот когда моя подопечная Настя вот это увидела, когда ее мужчина, который, как я всем говорю, несет мамонта домой, да, который заботится о ней, приносит домой еду, покупает все, она видит, что он заболел, и у нее сразу появилась мотивация браться за мои рекомендации. И она мне говорит, веселая Инга, благодарю тебе, что посоветовала, и ей очень нравится. И вот такие слова благодарности, они как бы во мне зажигают вот это вот тепло внутри, и благодарность, что есть вот такая вещь, как взаимопомощь друг к другу, такая вещь, как вот эта программа, которая действительно меняет жизнь. По сути, сама жизнь нас меняет, да, она заставляет, но иногда мы не слышим. Также я посмотрю на листик, чтобы не забыть. Вот у моей подопечной, она еще говорила, что раньше она вот очень хотела сладкого, она ее наслаждалась. Теперь, когда она иногда из-за скуки что-то съедает, она ощущает, что это сладкое вдруг стало приперным, да. У нее, получается, очистились рецепторы на языке, и вот не хочется больше вот этого. Она даже чувствует, что теперь у нее приходит совесть и говорит, а зачем ты это съела? Мне это больше не надо. Она чувствует такую, как вину уже. Зачем я себе испортила сейчас самочувствие? Вот такие у моей Насти результаты, да. То, что ее муж, да, у него был вес 75 килограммов. Он жаловался на то, что у него был по утрам язык облеплен с белым налетом, да. Он тоже мало пил воду. У него много лет была такая проблема, как, ну, запор. Он ходил с доктором с этим, с этой проблемой. И доктор ему прописал аптечный препарат, который он пил в течение 2 года, да. И тогда стул наладился, но он был такой крепкий, да. И в связи с этим, возможно, у него 2 года уже болит живот, да. Но врач там ничего не находит, ну, который колоноскопию делал. Ничего там нету. По анализам говорят, что все хорошо. Хотя, когда я посмотрела анализы, я увидела, что у него очень высокое воспаление, да. Это реактивный белок был, по-моему, 6. Это вообще острое считается воспаление. У него ферритин был высокий за 300-370, я не помню. Это очень высокий ферритин и нехороший. А врач сказал, что все в норме. Также у него билирубин очень высокий, больше 20, не помню цифру, 24 или сколько. Это тоже очень плохо. По сути, по сути, что еще? Так, ну, у него также не было времени на активный образ жизни какой-то, да. Он в то время, ну, как бы ездит на машине, рано встает утром, в полпятого едет на работу, дома только в 9. По сути, нет времени у человека. Но когда он не смог встать с кровати, да, кое-как дошел до поликлиники, ему там прописали лекарства, которые все-таки ему и кишечник тормозят опять, как бы такая вот двойная палка, да. И я ему присылала специальную йогу от боли в спине. Ну, специально с таким названием, чтобы у человека, ну, как у мужчины, как бы проявилось такое желание что-то начать делать. Конечно, получилось так, что мы с… его жена и я, мы его мотивировали, да. И все-таки он не согласен был, но в итоге он… один раз жена возвращается домой, а он в своем офисе с домашним занимается йогой для спины. В итоге ему это очень понравилось, и потом он же нам говорил спасибо за то, что мы его смотивировали. Вот. Дальше что у него… Он также… Когда я говорила, как нужно правильно питаться, чтобы его кишечник получал меньше, ну, воспалительных реакций и меньше болел, я ему говорила про то, что нужно кушать там больше салата зеленого, да, что нужно отказаться от вот этого глютена, потому что это повреждает кишечник на данный момент, да. Конечно, он пробовал, он очень старался, мы, конечно, восхищались, я старалась мотивировать и говорить спасибо ему за это, да. И в итоге он, конечно, говорил жене, жена, а где у меня сегодня десерт? Вот. Мы, конечно, улыбались и говорим, сегодня десерта нет, дорогой, у нас сегодня яблочко. Кушай. Ну, вот так вот мы как бы и работали все время, да, с мотивацией. И что еще? В итоге он, когда мама приехала в гости к ним, свекровь его, да, и привезла конфеты, там, целых два мешка, начала заниматься заботой с детьми, печь булочки, пирожки, пельменьки. Я уже перепугалась, что на середине моей программы будет все, стоп будет. И в итоге все-таки, вот, ну, но он сказал своей свекрови, что спасибо, я уже накушался, благодарю за вашу заботу. И он уже сказал, что ему не хочется этого глютена, этого хлеба, я поняла, он отказывается, да. Он попробовал рецепты с безглютеновым хлебом. Ну, вообще он, я вижу, что отказывается от мучного. Он просто ощутил разницу, в какой он был самочувствии, когда он все это кушал, и когда он отказался, как он себя начал чувствовать. Я услышала, что он сказал, что он стал чувствовать себя бодрее, да, он стал чувствовать себя, у него были жалобы также на настроение, да, жена тоже жаловалась на это, что он очень такой какой-то, ну, нервозный, да. А теперь у него и настроение лучше стало. Что еще? У него вес стал с места 75, он стал 69, да, фотографию он мне не прислал. Ну, я понимаю, потому что не все хотят это показывать. И я говорю, ну, ты мне только, мне лично пришли, чтобы я посмотрела и порадовалась. Вот, у него были проблемы, так как он кушал вот это мучное, была проблема вздутия живота, да, газообразования. Как только он перестал вот это кушать, что он плохо переваривает, у него это прошло. Дальше, что я хочу еще сказать. Да, боль в животе у него сначала пропала. Он даже не мог поверить в это, что боль может пройти в животе, да. Но в итоге, наверное, он с едой немножко грешил, которую нельзя кушать. И все-таки у него опять немножко боль вернулась. Но можно сказать, что она уменьшилась, да. Временами нет совсем, но иногда на продукты такие, как орехи, тоже идет провокация. Поэтому, наверное, людям с таким, у кого кишечник проблемный, все-таки нужно исключать из еды что-то обязательно. Я тоже такое соблюдаю, да. Я пробовала много раз возвращаться на такую еду, и мне получался откат. Поэтому нам очень важно, людям, которым есть проблемы с кишечником, все-таки иногда последить за питанием. Так, конечно, он отказался от препарата аптечного, которым он два года дружил, да. Сейчас он на продуктах Коралл Клаб, которые помогают работе печени, да. И у него нет проблем с запором, да. У него происходит это самопроизвольно теперь. Вот. Дальше. Ну, конечно, язык у него тоже очистился от белого налета и стал розового цвета, да. Ну, да. И также был такой случай, я детям тоже прописала антипростарную программу. Но, как бы, на этот месяц, как бы, был такой лимит на экономию, да, денег. Поэтому получилось, что, ну, обошли мы эту программу. Натуральным методом были девочки у Астрите, которые, ну, проявляются зудом, да, в попе. И мы этот зуд устранили за три дня, да. Есть такие методы, как покушать чеснока. У нас даже есть видео, как ребенок кушает чеснок три раза в день и боялись, что не будет кушать. Но она, когда избавилась от этого, она... Дети даже начали задавать вопросы мне, как еще от чего-то избавиться. Они даже сами заинтересовались вот этим процессом здоровья. Ну, я, наверное, заканчиваю свой долгий рассказ. Ну, история про изменение жизни, действительно, она изменилась. Единственное, что у нас осталось, это, ну, вот эти анализы сделать, да, и проверить, какая динамика сейчас. Потом, конечно, мы будем продолжать с работой, потому что еще неизвестно, как там хеликобактер, как там еще эти воспаления. Я думаю, что мы продолжим работу. Спасибо за внимание. Здорово. Очень часто мы не обращаем такие моменты, допустим, когда мы ходим один раз в три дня в туалет, да, или у нас периодически какие-то головные боли, или, допустим, боли премесячных, или периодически постоянно у нас простуда какая-то, да. Вроде кажется, что это нормально, но это ненормально. Когда мы проходим вот эту вот систему оздоровления, мы видим разницу, да, что-то как может быть лучше, да, как вот это вот наш организм восстанавливается, и мы видим, что может быть лучше, что вот это вот то, что было раньше, это ненормально. Еще люди ссылаются больше, говорят, на старость, вот типа, это говорит как бы нормально, это старость пришла, да, вот такие вот симптомы, ноги болят, или головные боли, или человек хуже себя стал чувствовать, старость пришла, это нормально. Хотя если рассуждать того, что человек должен жить больше, да, кто такой 60 лет, это не старость. Это только начало, да? Я вот смотрю на своих родителей, моим родителям 75 лет, да, и я настолько, как бы, с жизнью замученный уже, да, настолько все плохо, да, что я считаю, это не норма, это не возраст. Да, поэтому... Нужно себя менять. Да, я по себе могу сказать то, что в 51 год сейчас вытворяю, да, это, я в 20 лет такое не делаю. Да, какая-то жизненная энергия появилась, и сила такая какая-то невероятная. Так что не нужно это говорить на старость, старость это не показатель, нужно сделать так, чтобы ты не был старым. Даже если у тебя ничего не болит, просто как профилактику это делать. Друзья, по сути, смотрите, вот что такое старость, как она выглядит. Старые люди выглядят сухими, их кожа сморщена, обезвожена. По сути, старость это обезвоживание, старость это закисление, старость это дефицит кислорода, старость это жизнь без движения, старость это плохие привычки, понимаете. Вот нам врачи говорят, а что вы хотите, в 35 лет доброкачественная опухоль, это нормально. Для меня это было ненормально, для меня было ненормально слышать это. И я всегда не соглашаюсь с врачом, и только это меня спасает, я по короскопу коза, у меня рога есть, я всегда сопротивляюсь того, о чем мне говорят. Я говорю, нет, я не буду так, я хочу по-другому. И всегда получается, поверьте, нужно только не согласиться с тем утверждением, которое нам, ну так как программа, да, нам заселяет в голову программа, что это старость. Но почему тогда старые люди раньше, не моя бабушка, может быть, еще какие-то старые, они жили на травках, на фитотерапии, пили чаи и жили до 100 лет. Но я не скажу, может, они качественно не жили, но долго жили. А мы и некачественно, и недолго живем. Что здесь, где проблема? Я думаю, что вначале, да, мы меняем здесь жизнь свою, вначале мысль меняем. Без изменения мыслей трудно изменить свои привычки, реально трудно. Ну, знаете, как, ребята, вот в этом проекте, почему я говорю сразу, не надо запрещать, ну, не надо говорить, что давайте на гимнастику, не ешьте то, не ешьте то. Потому что иногда у людей, когда они начинают эту программу, у них нету сил даже на жизнь, не настолько еще на физкультуру там, давай, почему ты не ходишь, он еле на работу ходит. И почему она, вот эта программа, наша концепция меняет жизнь, потому что мы начинаем продукты употреблять, и реально появляется энергия лишняя. Ты уже начинаешь гимнастикой заниматься, ты уже строишь баню, когда Эдмунд начал строить. Ты уже начинаешь другим помогать, потому что прет энергия. Сначала надо физическом, на физическом уровне помочь человеку, и он такие вещи начнет вытворять, что вообще не удивиться только. И наш проект, потому и называется «Измени свою жизнь за 90 дней», как будто мы только чистим и кормим, чистим и кормим, да. Но это не просто так, это меняется действительно вся жизнь. Спасибо ребятам, которые вели этот сезон, вы такие молодцы, Ирина, я благодарна всем, которые поддержали эти три месяца. Это не легкая работа, это все время надо поддержать информацию и духом поддерживать этих всех людей, так что да, это очень важно. Спасибо всем. Ириночка, я тоже хочу, можно я благодарность тоже скажу Ириночке за то, что она очень смелая девушка и поддержала меня, когда я поделилась своими результатами, может быть, не буду громко говорить, на очищение, на детоксе, все, что у человека бывает. Мы же не одни живем, у нас есть конкуренты, да, и в нашем кишечнике за наши вот эти нутриенты, да, за нашу жизненную энергию, это у нас конкуренты есть. И благодарю тебя за то, что ты поддержала меня и поделилась тоже результатом, это для меня была мощная поддержка, потому что многие люди не делятся, не боятся, не стесняются, но благодаря вот этим результатам, о которых люди рассказывают, благодаря этому я и поверила в эту программу. Я пришла на вот эти три месяца, и самое важное, на то, что на коловаду я согласилась, да, если бы не люди, которые не рассказывали по своей мигрени, как они о нее избавились, возможно, я бы до сих пор сидела бы с этой мигренью. Так, благодаря тому, что мы раскрываем рот и рассказываем, не стесняемся, тем самым мы прокачиваем себя так же, как личность. Поэтому будьте всегда здоровы. Я была с тебя в шоке, когда ты выложила фотографию паразита своего, я была шокирована, и я была, у меня был восторг твоей смелости, да, и когда у меня этот паразит тоже вышел, я вообще тоже была в шоке, думаю, блин, это надо людям показать, что они реально вот эти паразиты. Так вы сестры по паразитам, да? Не, ну, может, запретил мне говорить, потому что его… Ну, понимаете как, они у всех есть, друзья, просто 95% болезней от паразитов, так говорят врачи, умные врачи, да, которые, Ольга Бутакова и многие другие, поэтому у нас есть эти интоксикации. Вот у меня есть эта хроническая усталость уже многолетняя и мигрень. Голова, по сути, не болит, она сама по себе. Ну, почему она тогда болит? Откуда это? Это просто интоксикация, но кто ее делает? Конечно, много источников, но самые важные источники – это живые организмы, бактерии, грибы и паразиты, да, они нас кушают. У меня раньше результат такой был раньше на прошлой программе, ну, не вашей, а моей, когда у меня было трехразовое питание, но это трехразовое, у меня большая тарелка была, такая маленькая, худенькая, и я ем много. Мой муж намного меньше кушает и работает, а я не работаю и кушаю много. Он говорит, ну, ты и даешь, как мужик кушаешь? Я говорю, ну, слушай, у меня метаболизм очень хороший, у меня папа худой, дедушка худой, поэтому там все быстрее. По сути, когда я прошла, вот тоже там была антипаразитарка и все вот это, у меня раз, и с трехразового питания я начала питаться только два раза, у меня просто отсекло одну тарелку огромную сразу. А витамины сколько лет я пила, вот эти вот, кому я это кормила? Ну, получается, что это не я, по сути, питалась, да, и моя вот, у меня подопечная тоже одна была давно-давно, которой я еще только на начало нутрициолога своей, ну, практики такой, помощи людям, я ей написала по анализам, вот тебе надо витамин D попить, вот тебе B9 попить. Мы сдали анализ, у меня низкие были уровни, она пропила, и главное, что я такие дозировочки побольше, потому что, ну, реально там человек страдал, уже зубы выпадали. И смотрю анализы, а у него не поднялись, даже ниже стали те же параметры. Я говорю, слушай, я не верю, ты не пила, сделай фотографию баночек, пересчитай. Она показывает пустые баночки, и там ничего нет, понимаете? И я поняла, что это, это все, вот эти жирности съели, понимаете? Это был мой первый вот этот ужасный опыт, когда я поняла, что моя рекомендация попить добавки сразу, не очищив кишечник, это моя наивлупейшая ошибка, о которой меня в школе не предупредили, по сути, да? По сути, я получила информацию только в карауклубе, что важно сначала очистить организм, да? И вот что получается, когда мы не очищаем его. Вы свои деньги, вот люди любят деньги экономить, они их жалеют на себя, да? Они там машину, там моют, там мойка, путешествия, но на себя они вкладывают добавки, да? Ну, по сути, это не экономия денег, да? Когда вы, не почистив организм, вскормили все эти добавки своим зверюшкам, которые живут в кишечнике, друзья. Вот такое мое тоже повествование, такой опыт был. Правильно, Инга, большое спасибо таким смелым людям, как ты, да? Потому что надо реально говорить, показывать, да, все это. Я тоже не понимаю этого. Человек берет, покупает, к примеру, дорогой купальник, да? При этом он раздевается, идет и показывает этот купальник на своем, даже не самом красивом теле, да? Но при этом всем мы боимся пойти, ну, хотя бы показать свои результаты. Хотя что наше тело, наше, это тот же самый купальник для нашей души. В чем живет тот же самый? Наше тело – это одежда для нашей души. И мы боимся это показать. Это нужно показывать. Мы должны делиться, мы должны хвастаться тем самым, что у нас есть, помогая другим людям. Мы должны менять, да, я согласна с этим. Мы должны менять. Вы понимаете как, у нас привычка такая, ну, вернее, нас воспитали не брать ответственность на себя. Мы скидываем ответственность на врача. Вот у него есть белый халат, у него есть диплом, и мы беспрекословно его слушаемся и соглашаемся, что вот эта старость пришла. Нет, друзья, это лень пришла и ленивое мышление. Нужно брать на себя ответственность. Нужно из неактивного образа жизни стать активным человеком, проактивным человеком. И нужно помогать с другим. Как мне говорят, что ты как фанатка стала в этом коралл-клубе. Друзья, неважно, коралл-клуб или какая-то другая сетевая компания. В тех компаниях тоже люди какие-то получают результаты, да. Но нужно помогать другим рассказывать о том, что ты изменил, потому что ты можешь спасти кому-то жизнь. Вот когда я слышу, что у кого-то инсульт, инфаркт, вот рядом у моих друзей, у моих родственников. Знаете, вот сегодня слушала даже лекцию про инсульт, инфаркт, мне стало страшно, потому что это у каждого будет. У каждого будет. Врач сказал, друзья, это не сейчас, но потом будет у каждого. Потому что мы приходим к тому возрасту, когда мы ничего не делаем. Я вот соглашаюсь, что ничего нельзя сделать, это уже старость. Мы себя к ней приводим за ручку, сами себя. Не надо соглашаться с этим. Нужно уже чистить свой организм и делать так, чтобы наши сосуды не засорялись. Делать так, чтобы наша печень перестала вырабатывать защитную реакцию, вырабатывать холестерин. Нужно подумать, а почему эти сосуды у нас повреждаются. Это и еда, и курение, это и дефицит витаминов, и многое другое. Друзья, на все есть причина. Не бывает так, что у нас с неба падают инсульты, инфаркты, и хроническую усталость у меня с неба не упала. И головная мигрень. Все это имеет причину. Да, да, спасибо большое. Самое главное, знаете, что мне жалко деток. Вот некоторые люди говорят, ну почему же, ну детки типа, у них же организм не зашлакованный, почему же они болеют, почему же у них аллергия, да? Но никто из мамочек не включает мозг и не думает о том, что у ребенка могут быть в организме паразиты. А с чего это он зашлакованный? Если ребенок зашлакованный, как-то рождается, на свет приходит. Даже когда рождается. И то, когда рождается. Мама до этого, к примеру, пила алкоголь, кушала жирную пищу, курила и все остальное. Ребенок в этот момент питается всем, тем самым, что питалась мама. Он принимает все. Как говорится, береги здоровье с молодым, да, правильно? Да. И потом мы бегаем по этим врачам, с этим ребенком и со всем остальным. У нас все сидит. И вот слово старость, да, это опять же вот отсюда идет, как мы себе это представляем. Можно быть старым человеком и 20 лет уже, старичком ходить. А можно быть и молодым, и в 50 лет. У меня вот дети мои говорят, папа, ты не старый. Ты красавчик? Да, мне 51 год, а я себя не считаю старым. Я хочу сохраниться как можно дольше и хочу вести такой подвижный образ жизни. А вы очень изменились, вы очень изменились. Я посмотрела на ваши результаты. Фантастика, у вас глаз другой стал. Вот такой, если был такой усталый взгляд такой, а потом, когда вы похудели, вот я про мужчину говорю, извините, я имя забыла. Эдмонд. Эдмонд, да, извините, пожалуйста. Да, и вот такой взгляд, вы так на свою жену смотрите, понимаете? Вот такой взгляд, ну такой горящий, как вот угольки, понимаете? И здесь уже фотографии сравните. Это результат, фантастика. Человек, мужчина оживает, да? Это фантастика. Так я и говорю друзьям своим всем, говорю, ты меняешься во всем. Ты меняешься и в сексуальном плане. Вот это тоже касается мужской силы. Тебе все меняется в человеке. Я говорю, я реально помолодел. Десять лет назад. Десять лет, как минимум, машина времени не отнесла назад. И на работе подходит, когда я тренируюсь на работе, подходит парень ко мне и трогает меня вот так за руку, говорит. А у тебя, говорит, кожа стала тоньше, говорит. Да, уже реально. Потому что вот реально, я не делаю изнурительные такие, чтобы я, как занимаются фитнес-клубы, ходят, да? Занимаются по полтора, по два часа в день. Я это не делаю. У меня, если посчитать мои тренировки, это полчаса в день. Все. Да. И при этом организм сам формируется форму, понимаете? Вот он делает, вот кожа тоньше стала, она облегает мышцы, она вырисовывает эти мышцы. Она сам, само тело, оно делает себя, вот так кажется. Если я разденусь, да, мне подумают, что я хожу, не вылазив в фитнес-студии, я туда вообще не хожу. Я тренируюсь на работе, у меня есть дома комната своя, да, там есть станок стоит, да. Но я очень редко к нему подхожу, потому что с моей работой я всю неделю дома не живу, я живу в машине. Я работаю. Эдмон, можно вас пригласить на интервью ко мне на Фейсбук или на Инстаграм, поговорить с вашей женой именно о проблеме вот этого веса? Ну, как бы, как, что вы делали, как вы делаете? Вот было бы очень интересно, потому что даже вот у моего мужа есть вопрос. Конечно, мы всегда открыты для всех, мы расскажем, покажем, это вообще не проблема. Да, потому что у многих людей есть проблема, они занимаются до пота, гантельками и всем чем. Вот хотелось бы с вами поговорить на эту тему отдельно. Это не, да, это не многих людей даже говорят, проблема там с работой, это вообще не проблема. Мы проблемы сами себе создаем, рисуем. Придумывая. Придумывая. Лучше, мы можем просто пойти и начать делать. Начинаешь делать, и у тебя все идет. Я же еще раз возвращаю слово дисциплина, дисциплина. Я тоже чего человек? У меня тоже есть такое, что мне лень, что мне хочется полежать, что мне... Я устаю, как все. Я не робот. Я работаю 15 часов в день, по 15-13 часов в день. Понимаете? И мне тоже порой хочется прийти, если я начинаю в 3-4 утра, да, то в 5 вечера я уже тоже никакой. И мне хочется пойти и просто лечь, астрагироваться от всего. Но нет, я это не делал, потому что я знаю, что вот у меня сегодня, за сегодня, да, я должен подтянуться при натурнике 150 раз. Вот я начинаю, что с утра и до обеда я подтягиваюсь. Если я не подтягиваюсь, то я знаю, что мне вечером нужно взять гантельку, эспандер, эспандер и в кабине сесть и это сделать. Если в хорошей погоде я выхожу на улицу, это делаю. Понимаете? Но это не важно. Это меня не влияет ни погода, ни ничего. Потому что я знаю, что у меня дисциплина такая, что я должен это сделать. Так же, как я утром должен встать, выпить воду, бутылку свою, да, принять свои пилюльки, какие мне нужны. Это все дисциплина, это все расписано. Да, поэтому и результаты. И вот эти слова. Я не могу, потому что работаю. Я не могу, потому что то. Я не могу, потому что это. Мы же находим время пойти пожрать, правильно? Покушаем. Мы находим же время пойти вот, потому что организм требует, ведь это не волнует ни работа, ничего, тебе нужно пойти поесть. Все остальное то же самое. Это твоя внутренняя дисциплина, твой внутренний распорядок в голове, который ты сам себе ставишь перед собой. То же самое, я говорю, все в принципе в этой жизни относительно одинаково. То же самое, вот мы с Ирой занимаемся, сейчас как бы бизнес ведем, да, потихоньку, ну и идем, идем к этому. Опять же, это наша цель. И мы все пришли постепенно. Вот как Винтон сказала, все приходит. Например, мы начали очистку, очистка меня вернула к спорту, после очистки меня вернула, подвела к этому бизнесу. Понимаете, нас никто не толкал никуда. Мы сами подошли к этому постепенно. Появился рисунок. От одного к другому. Это так же, как работает, вот, к примеру, начинаем мы первую программу «Порошил», да, потом идет, извиняюсь, «Детокс», потом «Порошил», потом «Коловада» подходит. Все постепенно. И одна программа тебя готовит к другой программе. Вторая, третья, а третья тебя ведет уже… По жизни даже. Она тебя в жизнь выкидывает, как в космос тебя выкинули. Только от тебя зависит уже потом, как в этом космосе жить. Так что вот как-то так. Да, ребят, поэтому, если вы хотите сделать первый шаг, да, и не знаете, с чего начать, вы можете спросить того, кто вам дал это видео, да, или, допустим, задать вопросы нам, мне. И ваша жизнь реально начнет меняться в другую сторону. Да, надо хотеть этого, чтобы менялась она. А не так, чтобы ты делаешь всю программу 90 дней, да, и каждый день мечтаешь о том, что вот программа закончится, я опять нажрусь, я опять выпью алкоголь и буду все в себя пикать, как раньше. Так не пойдет. Нужно менять по ходу действия, менять свой образ жизни. Да. И ставить цель на будущее, как ты хочешь быть. Ты хочешь быть красивым, ты хочешь быть здоровым, ты хочешь нравиться женщинам. Женщины, хотя нравятся мужчинам, мужчинам это нормально человеческое состояние. Мы все хотим кому-то нравиться. Мы все хотим, чтобы нас кто-то любил. И когда не надо говорить потом, что все виноваты, почему меня никто не любит, почему вот я такой сидит, и сидит такое вот, такое тело, да, 120-130 килограмм, и плакать, меня никто не любит, у меня нет здоровья, у меня все плохо в этой жизни, да. Почему я бедный и бледный? Да потому что ты ничего не хочешь делать для этого, чтобы стать не бедным и не бледным. Ну все правильно же. Мы все, да, нас возьмите всем. Мы все женщины, мы тут есть женщины, тут есть мужчины. Мы все люди. И для нас, для всех желания одинаковые. Мы все хотим долго жить, мы все хотим эту жизнь провести как можно качественно, да, чтобы у нас была свобода, деньги, все остальное. Чтобы у нас были единомышленники. Ну короче, мы сами создаем свой комфорт. Я думаю, надо к этому идти, надо что-то просто для этого делать, все. А у нас в коралл-клубе все для этого есть. У нас есть единомышленники, у нас есть все вокруг. И зовя к себе людей, да, мы тоже им даем этот шанс. Мы их как бы в свою компанию принимаем, мы их поддерживаем. Мы поддерживаем, да, мы готовы с ними дружить и идти по жизни дальше. Мы вот придя в клуб, да, мы сколько хороших людей встретили. Вот мы каждый раз, я с каждым вздумом знакомлюсь. Вот Инга, теперь я с тобой познакомлюсь. Да, Эдмунд, я заполнила твое имя наконец-то. Думаю, что дискуссию вы тогда продолжите в прямом эфире. Мы будем вас ждать обоих, да, там Эдмунд и Инга. И нам, наверное, надо закончить этот эфир. Потом мы встретимся вживую, в следующий раз поболтаем. Те, которые еще не начали, можете уже заявляться на второй сезон. Может быть, не закончили программу, начали. Вы опять каждый день можете начать, заявиться, писать нашим тренерам и приходить на оздоровление. Здорово. Спасибо большое всем, ребятам. Спасибо. Всем хорошего. Спасибо. Всем добра. Спасибо. Спасибо. Пока.